Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее иярское утро. Сейчас у нас ияр. Месяц ияр, сегодня пятая ияра. Представляете, вчера была четвертая ияра. Это был день независимости Израиля, и мой день рождения как раз заодно. Да, а сегодня у нас пятая ияра и шестое мая. Сегодня день рождения Фрейда, Зигмунда Фрейда. Значит, был такой человек, который пытался описать и объяснить человеческое поведение, хотя человеческое поведение описано и объяснено уже давным-давно. В Торе все понятно, но он Тора учить не хотел, а хотел сам догадаться до чего-то. И вот он догадывался, догадывался, и люди многие за ним пошли. А потом пошли другие люди, сказали, нет, Фрейд ошибался. И пришли третьи люди, сказали еще что-то. То есть люди, они как... Люди все время ищут, да? А Всевышний он уже нашел. То есть зачем искать то, что уже есть? Но человек так устроен, что вот ему мало простых путей, простых объяснений. Он пытается найти какое-то объяснение. Но вот здесь очень интересная вещь. Тоже нам Тора объясняет. Я помню, когда-то видел эту идею у Рава Деслера. У Рава Деслера. И он говорит, вот смотрите, как ум у человека работает. Вот сидит человек и думает, например, да? Он думает, идти мне, например, в шахматы играть. Можно ли в шахматы... Можно ли в футбол играть в субботу или нельзя? Вы думаете, человек, да? Вот он думает, или можно ли есть мясо, например, да? Нужно есть мясо кошерное. Вот я недавно с одним разговаривал с человеком. И он говорит, ну что, я взял нож, сам его поточил, взял животное, курицу, и отрезал ей голову. И что, она не кошерная? Я же сделал, как надо делать. Я говорю, слушай, я не знаю точно, как надо делать, но в Торе точно объяснено, вот прям до деталей, там, как нож проверять, да? Как, что нельзя ножом, например, дотронуться до кости, потому что тогда он затупится, и уже не будет острой, как бритва. Там, ее нужно проверить, какие-то нужно все ее органы проверить, чтобы она была не больна, эта курица. Кровь слить, чтобы не была душа курицы, чтобы она не вошла в тебя. Зачем тебе нужна душа курицы? Он говорит, не-не, это все сложно, типа, я вот, я по-простому разрезал, и все. Теперь, если он думает, он уже религиозный, но его ход мысли, что доказывает? Его ход мысли доказывает, что он не хочет напрягаться, изучать глубоко тему, но он хочет искать, скушать кошерное, и он находит себе такое оправдание, что я сейчас просто перерезал, оно для меня кошерное. То есть, любое мышление, сказал Раф Деслер, в корне этого мышления лежит желание, желание что-то получить, или чего-то избежать. То есть, мы все время обдумываем какие-то свои намерения. Да, вот есть намерения, а потом человек обдумывает, как же его реализовать. Теперь, поэтому люди ищут в жизни, все ищут в жизни, да, простые какие-то пути, чтобы было попроще, получше, но не всегда попроще, получше, в итоге дает проще, лучше. Вот, например, тоже сегодня у меня с утра был случай, один мой приятель тоже, он приехал на молитву на машине, я пошел пешком, не поехал на машине, пошел пешком, потому что возле синагодии нет парковок, тяжело найти место для парковки, и утром хорошо пройтись пешком, подышать и подумать, как-то я очень люблю идти пешком на молитву. А он приехал, и не было места возле синагодии действительно на парковке, и можно было запарковаться далеко и идти пешком, но можно было запарковаться на запрещенном месте, надеясь, что все будет хорошо. И он запарковался на запрещенном месте, приходит с молитвы, неприятно, штраф, лежит штраф на машину. Обидно, неприятно, штраф, он, ну, большая сумма, он расстроился. И, опять же, что нам этот штраф, ну вот, что мы можем из этого выучить, из штрафа, да? То есть, если ты нарушаешь правила, правила дорожного движения, правила коммуникации, правила Торы, духовные законы, то обязательно приходят последствия. Может быть, ты один раз пролез, второй раз пролез, но если ты живешь не по правильным правилам, то обязательно приходит потом раздача, то есть, ты не можешь ее избежать. Хорошо, теперь дальше. Обретение, а, Альтера Ребе, да, вот книга называется Айом-Йом, значит, и здесь такое приводится одно высказывание, что Альтера Ребе, он слышал от еще одного правильника, который слышал от Баальшим Това, он слышал такую вещь, что душа может спуститься в этот мир и жить здесь 70-80 лет хотя бы для того, чтобы сделать одну, одну какую-то доброе дело кому-то, да, духовное или материальное. Уже этого достаточно, чтобы душа спустилась в этот мир. Что мы отсюда можем понять для себя? Человек ищет какие-то глубокие смыслы в этом мире, а он что-то пытается все строить, достигать, ставить цели. Но по факту этот мир, это мы приходим сюда для того, чтобы набрать для своей души, для того, чтобы набрать для своей души то, что называется одежды для души. И в итоге, когда человек умирает, все его волнения, страдания, ожидания, переживания, обиды, там, все его какие-то эмоциональные потрясения, все это ничего, нет этого всего, все. А что с собой, как бы, что ценно? Только то, что он сделал в духовном плане для своей души. И как Равыцкек-Сильберг, захороносадих врага, он, когда получалось сделать какое-то доброе дело, такое, ну вот, тяжело, которое ему удалось, он там, или, когда он выучивал в Торе какую-то интересную такую идею, у него была такая присказка, он говорит, вот ради этого стоило родиться, вот только ради этого, вот, он умел так акцентировать на каком-то вот, там, например, выучили мы какой-то кусочек из Торы, он говорит, и такой вот прям интересный, такой прям вау, такой инсайт, он говорит, вот только ради этого стоило родиться, вот стоило ради этого родиться, говорит, чтобы это узнать, там, или он говорит, сейчас я вам такое расскажу, это я у него когда-то выучил, это тоже так уж, она полушутка, но я потом очень всю жизнь ей пользуюсь, ну, уже сколько лет, он умер в 2004, в 2004 году ушел, значит, уже прошло 18 лет, он говорил так, я вам сейчас такое расскажу, вы будете прыгать до потолка от радости, это я у него выучил, очень смешная, смешная шутка, когда он говорит, я вам сейчас такое расскажу, что будете до потолка от радости прыгать, и я потом использовал даже в бизнесе, в переговорах, я говорю, сейчас я вам цену расскажу, вы будете до потолка от радости прыгать, люди такие, ну, скажи. Хорошо, следующая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле», и здесь нам продолжает эта книга говорить о том, как бороться со всякими депрессивными состояниями, с отчаянием, вот здесь написано так, отчаяние – это дешевое оправдание, представляете, так пишет автор книги, отчаяние – это дешевое оправдание для тех, кто устраняется от своего предназначения, сознавая свою цель, легче всего избежать отчаяния, то есть, вот человек отчаивается, сидит, он отчаивается, мы вчера изучали идею, что человек отчаивается, когда он слишком много раз размышляет о том, что ему не додали, вот он сидит и говорит, вот, конечно, Давид Кост в Сан-Рема, солнечном, да, а у нас тут дождь, сейчас в Иерусалиме дождь, вообще вдруг неожиданно, пятого ияра, обычно жара такая, тут плюс одиннадцать и дождь, представляете, и, значит, а в Украине вообще война, вчера мне звонили тоже из Харькова, прям сбомбят, выстрелы, все, и вот сидит человек такой, да, и размышляет, вот почему в Сан-Рема в Солнечном, а у нас, а в деревне Гадюдина дожди, почему, и это его вводит в отчаяние, то есть, вчера мы говорили, что мысли о том, о себе, они могут привести к депрессии и к отчаянию, теперь здесь сидит этот в отчаянии человек и говорит, что я могу, ничего я не могу сделать, ничего я не могу, все у меня плохо, не там родился, не там вообще, не так женился, не так вообще меня воспитывали, и он все глубже-глубже погружается в отчаяние, но это потому, что у него нету цели, то есть, люди, у которых нет цели, они погружаются вот в трясину каких-то вообще непонятных мелочей, тоже мы вчера учили, помните, в этой книге, что пустота в мозге заполняется обычной вот этой вот грязью, негативом, здесь нам дается совет, осознай свою цель, какая твоя цель, можно взять цель, самая простая, понятная, из предыдущего отрывка, выполнять заповеди, делать добрые дела, всегда это, это понятная, конкретная, понятнейшая цель, ты встаешь, тебе Всевышний дал задание, ты выполняешь задание, заповеди, и Всевышнийу говоришь, спасибо тебе, значит, и вспоминайте, мишна в перте, а вот, есть мишна, осэ, рецунок и рецунхо, делай его волю, как ты делаешь свою волю, как обычно люди делают свои желания, то есть, с тем же энтузиазмом, вы, уй, осэ, рецунх и рецунхо, и он сделает твою волю, как его волю, потом ты его просишь в молитве, ты говоришь, Всевышний, я делаю все, что ты мне сказал, вот я проснулся, сказал благословение, помолился, сказал же Маисраэль, там все я делаю, теперь у меня к тебе просьба, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, что-то на завтрак, хочу покушать, чтобы у меня было, а, Всевышний говорит, хорошо, иди работай, идет ответ, Всевышний сказал же до этого, это воля Всевышнего, она была выражена уже в том же пертьевод, только в начале, что хорошо, соблюдать, изучать, совмещать изучение Торы с работой, все, пожалуйста, то есть, Всевышний тебе сразу дает воспоминания об этом Мишне, ты идешь на работу, поработал, получил деньги, и получил свой завтрак, все, хорошо, значит, понятно, да, совет, это, чтобы была цель, когда есть цель, нет отчаяния, дальше, дальше, сегодня мы изучаем, изучаем мы хумаж, пятикнижие, и мы сегодня заканчиваем, глава называется Эмор, скажи, значит, Всевышний говорил Муше, Муше говорил еврейскому народу, Муше говорил коинам, вот здесь конкретно он говорит коинам, и в этой недельной главе рассказывается про праздники, да, вот сейчас мы дошли до места, где нужно было, Машарабену передавал про праздник Суккот, и он говорит, скажи сыновьям Израиля, доберельно Исраэль, говоря им, пятнадцатого числа, в Ходыш Ашвии, в седьмой месяц, хак а Суккот швате мимляшем, будет праздник Суккот, он называется, на русском переводят его, почему-то название Кущи, да, праздник Суккот, семь дней для Бога, отлично, прямо так написано, семь дней для Бога, значит, получается, что год, пятьдесят две недели, он разбит, есть, в году есть разные, разные периоды, и заходя в, например, каждый месяц Рошходыш, мы празднуем Рошходыш, специальная молитва Рошходыша, читаем Алель, это прославление Бога специальное, то есть, есть специальный ритуал, каждый месяц, у нас есть уже 12 дней, это Рошходыш, дальше, семь дней для Бога в Суккот, семь дней для Бога в Песах, еще 14 дней, значит, 12 Рошходышей, плюс 14 дней, это Песах, Суккот, это уже 28 дней, уже месяц, дальше, Шавод, дальше, Рошашана, Йомки Пур, неделя Хануки, Пурим, значит, вот мы уже, уже у нас есть, такой прям набор, полтора где-то месяца, полтора месяца в году, мы, значит, посвящаем Всевышнему, плюс 52 субботы, 52 субботы, это еще два месяца, уже три месяца в году, мы посвящаем полностью служению Всевышнему, три месяца в году, это нормальный срок, то есть, и ничего делать нельзя, в основном праздник, это когда ты погружаешься в эту духовную работу, то есть, представляете, значит, если соблюдать все заповеди иудаизма правильно, то ты три месяца в каждый год находишься на специальном тренинге, в котором ты по специальному ритуалу, в который включает в себя изучение определенного, определенных текстов, и выполнение определенных действий, ты проходишь специальный такой вот тренинг, который тренирует твою душу, твое мышление, и тебя лично, и выстраивает твою жизнь, мир вокруг соблюдения заповедей. Значит, как дальше объясняется нам, что мы должны делать? В Байом Аришон, в первый день этих семи дней Суккот, микрокоды школь млехетаводанутасу, в первый день это будет святое время, никакую работу не делайте, то есть это как шаббат, это выделяется как шаббат, значит, и нам объясняет устная Тора, вот здесь вот Раш объясняет нам, значит, назовешь его святым, что это значит? Ты его должен выделить, бексутнытия, значит, у тебя должна быть одежда, праздничная одежда, чистая праздничная одежда, ты должен одеться, то есть ты не можешь идти там в шортах, в Суку и в синагогу, это праздник, значит, ты должен одеться по праздничному, убытвила, и отдельно у тебя должна быть молитва, которая именно праздничная молитва, посвященная этому аспекту, значит, в остальные дни, бемаахаль, убемиште, убексутнытия, убытвила, и, значит, в другие праздники, еще каждый праздник отличается специальной едой, которую мы едим в этот праздник, это тоже очень интересная вещь, каждому празднику соответствует специальная еда, которую ты должен есть во время этого праздника, и произнося определенные тексты, все это вместе соединяется в определенное влияние для души, то есть, если ты будешь мацу есть в течение всего года, это не работает, мацу нужно есть в Песах, именно вот столько, сколько нужно, если ты хочешь в шалаше жить весь год, это не работает, то есть, семь дней сукот, это заповедь, то есть, ты должен, должны соединиться определенные, определенные компоненты, и появляется тогда новая сущность, как есть яд-новичок, знаете, есть яд-новичок, так этот яд-новичок, его везут в компонентах, его везут в компонентах, разных. И эти компоненты сами по себе не ядовитые. Но когда соединяются эти компоненты, то появляется вот этот яд новичок, который убивает. А здесь наоборот. То есть здесь все компоненты сами по себе приятные. Но когда они соединяются вместе, в определенное время, в определенном месте, и ты делаешь определенные действия, то в этот момент создается духовная реальность, которая питает душу и создает для души вот эти баллы как криптовалюта. Это же удивительно, почему там люди создают криптовалюту. Вот какой-то сошелся набор факторов, оп, и появился биткоин. Хорошо. Дальше. Шеватья мим, такриву и шаля ашем. Семь этих дней приносите жертву Богу. Бьем ашмини микрокодыш и елахем. И в восьмой день будет еще одно святое время выделено. То есть семь дней это полупраздничные дни, а холямэйт это ты празднуешь, но ты можешь делать работу. Теперь. И на восьмой день это еще отдельно. Семь дней суккотой, и на восьмой день называется праздник ацерет, шмини ацерет. Восьмой день, который останавливает. И это отдельная реальность, когда ты семь дней занимался святостью, и потом тебя на восьмой день просто ты попадаешь совершенно в новую, еще в более сильную духовную реальность. Вот устная тора говорит про вот этот ацерет и остановка это, да, восьмой день. Я вас останавливаю у меня, как царь, который пригласил своих сыновей для трапезы. И, значит, пришло время прощаться, и он им говорит, сыновья, говорит, прошу вас, останьтесь со мной еще на один день. Значит, тяжело мне с вами расстаться. И так Всевышний после семи дней праздника, те, кто их праздновали, он им говорит, а теперь еще восьмой день. И на восьмой день уже это... Я вам скажу так, что когда долго празднуешь, вот за границей удваиваются праздники, да. В Израиле, например, Сукхот или Песх празднуется один день, а за границей два дня. Я долгое время жил и за границей, и в Израиле, и за границей, и в Израиле. И вот в этот раз я в Израиле, да, один день. Я почувствовал, что второго дня не хватает. Не хватает второго дня. То есть когда ты вот почувствовал эту святость, то тебе хочется еще один день побыть вот в этом вот состоянии. А в Израиле один день. Хорошо, друзья, вот дальше идут про очень интересный момент. В Суккот нам рассказывается, что нужно взять четыре вида растений. Возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, такой это этрок называется. Дальше лист пальмовый, такая пальмовая ветка, которой листья сложены так в одно, лулав называется. И, значит, мирта. Мирта это такая, не помню, как на русском называется, это мирта. Может, мирта так и называется на русском. Есть ива и есть вот три листика у них вместе с одного. Мирта, наверное, мирта, да. В общем, берется четыре растения и в первый день ими надо трясти. И это настолько каждый раз вызывает у меня удивление, что если бы это не было в Торе написано, понятное дело, никто бы не брал эти четыре растения. Но написано в Торе, что нужно взять эти четыре растения и как люди, для которых важны заповеди, как они выбирают эти растения. Этот лимончик, это нужно всего лишь для того, чтобы выполнить заповедь. Потом это никуда. И, значит, вот этот лимончик его рассматривает, причем это специальный лимончик. Сейчас я вам покажу. У меня после праздника обычный лимон, он сгнивает. А этот лимончик, он засыхает и все. Вот я покажу. У меня есть эти лимончики, которые я собирал. Вот они, вот так они выглядят. Они высыхают, вот такие, получается. И каждый год они потом высыхают. Был такой красивый итрог, а тут он высыхает, он очень потом хорошо пахнет. Вот так за много лет у меня накопилось много этих итрогов. У нас такая ваза полная итрогами. Видите, это я взял несколько. И получается, что служение Всевышнему, если его рассматривать как приложение к жизни, то это приложение может в какие-то моменты доставлять человеку неудобства. Потому что он говорит, я хочу жить вот так, а тут у меня есть что-то меня ограничивающее. Но если взять Тору как основу жизни, где есть три месяца в году праздников, которые продуманные, все встречаются вместе, одевают праздничную одежду. Если на каждый день у тебя есть чем заниматься, целый день ты занят, ты учишь Тору, ты глубоко в нее погружаешься, ты понимаешь какие-то смыслы, ты делаешь заповеди. Ради каждой заповеди ты можешь прыгать до потолка от радости, потому что ты, это как вечность. То есть ты получил билет в вечность, да? Прямо конкретно, я аж Майя Сраэль вот так вот на листе эти маме распечатал и говорю, мама, читай каждое утро и каждый вечер. Это твой билет в рай. Вот конкретно, вот билет в рай, значит читаешь утром, вечером и знаешь, что тебя в раю ждут. Понимаешь, если это понять и осознать, то жизнь наполняется невероятным смыслом и светом. А если нет, то тогда надо читать Фрейда, чтобы почитать его там бредни, предположения, что все это либидо, сказал Фрейд. Либидо или либидо или либидо. То есть или тобой двигает твоя божественная душа или либидо. Вот выбирай, что хочешь. Все, всем хорошего дня. Я считаю, что Всевышний нас любит и всем желаю, кто любит Всевышнего, чтобы он наполнил вас светом, благополучием, добром, любовью, чтобы был постоянный праздник, чтобы мы целыми днями прыгали до потолка от радости и либидо использовали только для продолжения рода, для того, чтобы были дети, внути, правнути, прапраправнути. То есть это, конечно, хорошее приложение для либидо. Все, всем хорошего дня, счастливо, до завтра. И чтобы был мир в заслугу наших уроков, чтобы быстрее-быстрее установился мир. И все, кому нужно выздоровление, выздоровели. Все, кому нужны деньги, получили их благополучие. И все, кому надо жениться, чтобы поженились. Все, счастливо.